Ну что ребят, всем привет! Третий сезон уже на серверах, лагающих серверах, которые украли лично у меня 20-30 фпс. И вот основным нововведением данного сезона являются снайперские винтовки, которые теперь могут нокнуть с одного выстрела в голову. Но только при установленном модуле взрывных патронов. Такая снайперка до патча была всего одна, это Виктор Сексимар. После выхода третьего сезона появилась еще новая снайперка, Империум, у которой тоже есть взрывные патроны. А также этот модуль появился у снайперки МСПР-300. Его, кстати, не просто выдали, если у вас она прокачена, вам придется качать еще один уровень, потому что, ну вот так вот, теперь их там 29. А быстрее качаться, кстати, можно купив боевой пропуск, ведь там есть и жетоны опыта, и сам он дает буст к опыту. Поможет вам в этом мой друг Фарсот, ссылочка на его ТГ, его магазин на платеру будет в описании. Если есть проблемы с покупкой БП, обязательно обращайтесь к нему. Если же говорить об общей эффективности, то ваншоты это, конечно, хорошо, но очень сложно в исполнении. На дистанции метров 50 уже надо стрелять выше врага. А у этих снайперок еще очень сильный аимпанч, это когда по вам стреляют в прицеле, и оптика очень сильно трясется. Так вот, если собирать пушки не в скорость прицеливания, то это просто смехотворно, потому что скорость вхождения в прицел будет больше, чем скорость убийства с любого автомата. Ну, чтобы вы понимали, это будет что-то типа 650-660 миллисекунд скорость прицеливания у снайперки, в то время как ИСа убивает за 600 миллисекунд. Вот как-то так. Итак, топ-3 снайперок из трех. Начинается с самой худшей, по моему мнению, это Виктус. Худший показатель по скорости прицеливания без модулей. Ставим взрывные патроны и тюним их на начальную скорость пули и эффективную дистанцию. Ставим лазер, он дает больше всего скорости прицеливания, не считая смены прицела. Выкручиваем вот так. Ставим прицел Дельта-4 и выкручиваем на скорость прицеливания и двигаем его ближе. Приклад РАИС-50 на скорость прицеливания и стабильность. Короткий ствол на скорость ходьбы и скорость прицеливания. Нужно понимать, что даже в сборке на скорость полета пули вы не сможете добиться весомого прироста. Зато не сможете целиться, когда на это будет время. Таким образом, сборки все на среднюю дистанцию метров до 60, учитывайте это. Вторая снайперка это МСПР-300. Ставим патроны, также на начальную скорость пули и дальность. Уменьшаем магазин до 5 патронов. Это дает весомый прирост скорости прицеливания, сравнимый с лазером и сменой кратности прицела. Лазер на скорость прицеливания. Двигаем на скорость прицеливания и готовность к стрельбе. Прицел Дельта-4 на скорость прицеливания и двигаем его поближе. Приклад МЕРК на скорость прицеливания и стабильность. Как и в первом случае, нам необходимо иметь возможность быстро прицелиться. Но база винтовки не рассчитана под это. При сборке на скорость полета пули ваша скорость вырастет примерно до 700 метров в секунду с 450 при данной сборке. Но смех в том, что и скорость прицеливания будет выше 600 миллисекунд. Это ужасно. Топ-1 снайперка, это конечно же М200, она же Империум. Винтовка из классической колды и разраб сделал все, чтобы она была топовой. В стоке она лучшая по скорости прицеливания и мобильности. Собираем по привычке с разрывных патронов на дальности скорость полета пули. Лазер на скорость прицеливания и спринту фаер. Приклад килотаг на то же самое, что и лазер. Дальше у нас выбор. Либо ставим прицел и ствол, потому что их можно настроить на дополнительную скорость прицеливания и получить их максимальные показатели. Либо оставить большой прицел и поставить ствол и ручку для переноски. Тут особой разницы нет, потому что АИМ Панч всех уравнивает. И вот такой получился, ребята, топ-3. Стримы каждый день в телеге новости по Warzone. Ссылки в описании. Тоси-боси. Всем пока.